В Самаре под председательством полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича прошло заседание Совета Приволжского федерального округа по противодействию экстремизму и терроризму в современных условиях. Работала на Совете и наша съемочная группа. В регионах Приволжского федерального округа удалось выстроить эффективную систему противодействия терроризму, отметил Михаил Бабич. Стабильная обстановка в ПФО сохраняется на протяжении многих лет. Все это результат слаженной деятельности правоохранительных структур. Но очистить округ от радикально настроенных структур в полной мере пока не удалось. Для борьбы с ними необходимо скоординировать действия всех уровней власти. Должна быть налаженная эффективная работа антитеррористических комиссий и оперативных штабов. Взаимодействие оперативных штабов с антитеррористическими комиссиями, которые охватывают и анализируют, мониторят всю ситуацию в каждом отдельном Субъеке Федерации. И дальше накладывать планы специальных мероприятий на планы органов государственной и муниципальной власти позволяют добиться того эффекта, который мы сегодня имеем. Режкое снижение сегодня напряженности в взаимоотношениях между людьми различных конференциальных отношений, конференциальных отношений. А самое главное, что, несмотря на то, что раскрываемость и выявление преступлений экстремистского террористического характера повысилась, это просто вопрос эффективности работы правительных органов, но их острота и их последствия, они сегодня значительно, конечно, снижены. Необходимо помнить и о другой угрозе. Полпред отметил, что против России ведется настоящая информационная война. По сути, сейчас именно интернет стал основным проводником по распространению экстремистской идеологии. Участники окружного совета предлагают усилить профилактическую работу. Мы приобрели наработанную практику работы на местах, и хоть мы и критикуем муниципальные образования, но в Приволжском федеральном округе и муниципальные образования имеют опыт этой работы. И поэтому решение, которое было принято на заседании Национального антитеррористического комитета, сегодняшнее решение – это хорошая программа на ближайшее время. И на базе этой программы можно развернуть те мероприятия, которые предусмотрены комплексным планом противодействия идеологии терроризма, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. На заседании окружного совета обсудили и вопросы обеспечения безопасности на чемпионате мира по водным видам спорта и саммите ШОС. Михаил Бабич отметил, что регионам может быть полезен и опыт Чувашии. Командный чемпионат Европы в столице республики прошел на самом высшем уровне, говорят многие гости. Михаил Жбанов, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика из Самары.